В комментариях к нескольким последним материалам коллеги просили не включать юриста, поскольку узкоспециальные рассуждения не всем понятны и интересны. Действительно, где-то такое проскакивает, а особенно, когда это касается тонкостей работы парламента. Тут уже хотел бы написать как-то иначе, но не получится. Но вот сейчас, в экспериментальном порядке, попробую популярно прокомментировать целый комплекс вопросов, которые прямо сейчас возникают в какой-то сумасшедшей связке. И пока многим не слишком понятно, что за спешка с принятием кучи законов, и почему сейчас так возбудилась бабушка Зе с курчавой бородой. Поскольку многие наши читатели, не только коллеги, которые комментируют материалы, вышли из совка, то полностью выкинуть из головы конструкции, основанные на теории классовой борьбы, которую разработал еще Карл Маркс, так и не смогли, потому оттолкнемся от некоторых элементов этой теории. Возможно, именно такой подход будет более продуктивным. Итак, история человечества показала, что прямое народовластие почти несовместимо с понятием государства. Государство должно иметь свои органы управления, без которых оно точно не сможет быть эффективным и даже жизнеспособным. Отсюда берется принцип формирования властных структур путем избрания большинством голосов лиц, которые будут непосредственно осуществлять властные полномочия, делегированные им большинством. В любом случае, во главе государства находятся лица, которые это делают. Другое дело, каким образом они туда попали и собираются ли они оттуда уходить по истечению определенного срока, это как раз и характеризует характер государства. И вот если с принципом формирования и функционирования власти все понятно, то с тем, чьи интересы власть отстаивает, существуют даже не варианты, а некая шкала. На одном конце этой виртуальной шкалы находится основная часть населения страны, на другом – категорическое меньшинство, в руках которого сосредоточена большая часть материальных ценностей. Карл Маркс очень справедливо полагал, что по состоянию на середину XIX века, на которую пришелся пик его активности, власть обслуживала интересы именно этой небольшой категории богатых лиц, а в худшем случае она совпадала с этими лицами или находилась в их руках. Отсюда и возникла теория классовой борьбы, когда сосредоточение властных полномочий и материальных ценностей в руках узкой группы лиц приводит к фатальному дисбалансу, восстановить который ненасильственными методами решительно невозможно. То есть эволюционное развитие ситуации приводит к максимальному обогащению одной группы лиц и обнищанию большинства, что в свою очередь приводит к снижению эффективности государства и ведет к его гибели. В таком случае остается насильственный путь перераспределения власти и материальных ценностей в обществе, что должно приблизить его к точке равновесия, и по идее это должно восстановить эффективность общества и государства. А для того, чтобы естественные колебания точки равновесия не приводили к фатальным последствиям, власть не должна долго оставаться в одних и тех же руках. Отсюда необходимость ротации власти. Собственно говоря, отсутствие ротации власти является почти гарантированным показателем того, что власть захватила то самое богатое меньшинство, которое будет работать исключительно в своих интересах и, по-хорошему, не выпустит из своих рук рычагов управления государством. Именно поэтому там, где нет сменяемости власти, будет одна и та же картина. Но мы рассмотрим ситуацию, где власть все же сменяемая. Каждая новая власть должна искать точку равновесия так, чтобы государство было максимально эффективным в каждый конкретный промежуток времени, а общество максимально устойчивым. И на самом деле, эту точку действительно нелегко найти. Тупая уравниловка убивает стремление активной части населения двигать прогрессивные идеи и технологии, а крайняя точка шкалы в области общественных интересов и вовсе суицидальна. В этой крайности действует принцип отнять и поделить. Нам известно, чем это заканчивается, и подробно рассуждать об этом нет смысла. Вторая крайность хорошо описана Марксом, и к этому тоже добавить нечего. В общем, умение власти учесть все текущие факторы, влияющие на жизнь и деятельность общества, и найти максимально справедливую точку баланса – ее главная добродетель и задача. Этот баланс осуществляется регулировкой перераспределения материальных ценностей, что обычно достигается двумя механизмами – налогами и сборами, а также субсидированием отдельных видов деятельности или слоев населения. Это значит, что, наблюдая за изменениями этих двух составляющих и сравнивая эти изменения с тем, что было раньше, можно четко говорить о том, в чьих интересах работает данная конкретная власть. Но тут важно заметить, что в демократическом обществе всегда востребованы те политические силы, которые так или иначе обещают большее перераспределение материальных ценностей в пользу большинства. Поэтому избиратель, проголосовавший за такую власть, ожидает увидеть реальные действия именно в этом направлении. Но фокус-то в том, что это самое население понятия не имеет, куда следует смотреть, чтобы увидеть эти изменения. А к тому же оно терпеть ненавидит, чтобы взять и подумать своей головой. А на самом деле тут не нужно иметь юридического или экономического образования. Достаточно знать, зачем следить, а к этому здравый смысл и жизненную опытность. Просто надо посмотреть на то, у кого власть собирается больше изымать материальных ценностей и кому их больше давать. Из того, что уже видно прямо сейчас, новая власть усиливает налоговый пресс на большинство. То самое большинство, которое дало ей просто невероятные проценты поддержки. Теперь фискальный пресс будет просто удушающим. Такого в истории Украины еще не было. Между прочим, это означает, что власть не видит путей пополнения казны за счет роста экономики. Для роста делаются прямо противоположные вещи. Снижается налоговый пресс и создаются условия для притока капиталов, которые и будут накачивать этот самый рост. Грубо говоря, если усиливается налоговое давление на большинство, власть уже сказала ему, большинству, что понятия не имеет, как собирать в казну материальные ценности, даже на том уровне, как это делали предшественники. Поскольку им этот пресс был не нужен и, в общем, сборов для казны хватало и без удавки на горло большинства. Но для чего нужно это усиление пресса? Какие такие новые масштабные задачи этого требуют? А никаких задач нет и быть не может. Вместо них мы увидели хорошо забытые схемы компенсаций и льготных тарифов конкретным олигархам. То есть вот эти ништяки, которые уже идут как минимум трем самым богатым людям Украины, берутся не из воздуха, а из казны. А чтобы хватало на то, что было в обычных расходах и плюс плюшки и пряники, хорошо известным деятелям, надо запускать налоговый пресс на большинство населения. А это четко указывает на то, как власть видит точку баланса на той самой шкале, о которой мы вели речь выше. Собственно говоря, она уже четко и открыто показала, что работает на олигархов, с которыми обещала покончить. А это значит, что большинство будет сострижено необычно коротко, в сравнении с тем, что было раньше. Надеюсь, что такие простые рассуждения и выводы может понять даже тот, кто голосовал по приколу.